Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим машинно-аппаратурные схемы линий производства резной пастилы и зефира. Поддержите автора канала в его работе. Отправьте донат. Подпишитесь на busty.tu. Вначале рассмотрим линию производства резной пастилы. В производстве резной клеевой пастилы, помимо основного сырья, фруктовых заготовок, сахара, патоки, употребляются агар в воздушно-сухом виде с содержанием влаги от 15 до 28 процентов или в виде однопроцентного водного студня, эссенции и красители. Пастила обычно выпускается белого и розового цвета. Схема линии представлена на слайде. Поступающие на фабрику бочки с консервированными дольками яблок, пульпой, после обмывки с помощью бочка-опрокидывателя 1 разгружают в пароварочный котел 2 с вертикальной мешалкой и вытяжной вентиляцией для удаления вторичного пара с выделяющимися в процессе десульфитации сернистым газом. Разгрузочный штуцер котла соединен пюре-проводом со сборником-испарителем 4, который представляет собой цилиндрическую емкость с решеткой внутри. К сборнику-испарителю подключена вакуумная линия, соединенная с поршневым мокровоздушным вакуум-насосом. Десульфитированное яблочное пюре из котла 2 под разрежением засасывается в сборник испаритель, из которого самотеком поступает в протирочную машину 3. Протертое пюре из протирочной машины 3 поступает в сборник 5, представляющий собой прямоугольную емкость с наклонным дном, откуда масса шестеренным насосом 6 перекачивается в вакуум-испаритель 7 с вертикальной якорной мешалкой. Из вакуум-испарителя пюре поступает в сборник 8, из которого шестеренным насосом 9 оно перекачивается в сборник охладитель 10, представляющий собой корытообразную емкость с лопастной горизонтальной мешалкой и водяной рубашкой, в которую подается охлаждающая вода. Из сборника охладителя 10 пюре шестеренным насосом 11 перекачивается в цилиндрический мерник 12. Из мерника пюре с самотеком поступает в автовесы, которыми взвешивается определенная доза и подается в смеситель с сахаро-яблочной смеси 14 с лопастной мешалкой. Вместе с пюре в смеситель 14 подается сахар, предварительно просеянный на вибросити. Просеянный сахар ковшовым элеватором 21 транспортируется в бункер 17, откуда шнеком 19 передается в автовесы 20, взвешивается и поступает в смеситель 14. В этот же смеситель подаются возвратные отходы. После протирки отходы поступают в один из сборников. Для розовых отходов 15, для белых отходов 16. Из этих сборников отходы поступают в автовесы 13, взвешиваются и определенной дозой подаются в смеситель 14, из которого смесь подается с шестеренным насосом 22 в емкость 37. Из этой емкости подготовленная сахаро-яблочная смесь подается плунжерным насосом-дозатором 40 с регулируемым ходом плунжера в первый корпус агрегата 38 для непрерывного сбивания постельной массы. Параллельно с приготовлением сахаро-яблочной смеси приготавливается сахаропаточно-агаровый сироп. В двутельный варочный котел 24 подаются определенные порции заранее замоченного агара, патоки, сахара и воды. Патока поступает на фабрику в автоцистернах и сливается в сборник, в одной части которого имеется паровой змеевик, обеспечивающий подогрев необходимого количества патоки. Подогретая патока шестеренным насосом перекачивается в сборник 28 с поплавковым устройством, откуда через мерник 26 в определенной пропорции подается в варочный котел 24. Одновременно из мерника воды 27 в варочный котел 24 поступает вода. Смесь агара, сахара, патоки и воды перемешивается и уваривается до однородной массы. Затем через фильтрующий сборник 25 подается шестеренным насосом 29 в сборник 30. Из этого сборника сахаропаточно-агаровый сироп поступает в промежуточную емкость 31, из которой полунжерным насосом 32 подается в варочный аппарат 33 на уваривание. В качестве варочного аппарата используется греющая часть змеевикового аппарата. Из аппарата уваренный сироп попадает в пароотделитель 34, который представляет собой цилиндрическую емкость с решеткой внутри. Уваренный сироп, ударяясь об эту решетку, выделяет вторичный пар, отсасываемый вентилятором. А затем частично охлажденный сироп поступает в сборник 35, откуда перекачивается полунжерным насосом-дозатором 36 во второй корпус агрегата 38 для непрерывного взбивания пастилы. Кроме сахаро-яблочной смеси и сахаропаточно-агарового сиропа в агрегат дозаторами 39 вводится белок, эссенция, кислота и пищевой краситель. Сбитая пастильная масса из агрегата самотеком поступает в воронку пастилоразливочной машины 41, которая разливает массу в деревянные лотки, выстоланные клеенкой. Наполненные массы лотки устанавливают на стеллажные тележки 42 и подают на выстойку в камеру 43. После выстойки лотки направляют к пастилорезательной машине 44. Здесь пастильные пласты подают на загрузочный транспортер пастилорезательной машины, которая разрезает режущим механизмом пласты на отдельные заготовки изделий, автоматически раскладываемые на решета. Решета с нарезанными заготовками пастилы устанавливают на стеллажные тележки 46 и подают в сушилку 45. После сушки пастила охлаждается и направляется к укладочному конвейеру 47, на котором она обсыпается сахарной пудрой и укладывается в тару. Также была создана усовершенствованная механизированная поточная линия производства пастилы с агрегатом без лотковой разливки массы. В сравнении с описанной ранее схемой она имеет следующие отличия. Из бочек предусматривается подача яблочной пульпы в дробилку вместо варочного котла с мешалкой. С целью увеличения производительности, сокращения цикла и улучшения санитарных условий предусматривается пневматическая подача сахара с центрального склада, непрерывность процесса и освобождение от ряда промежуточных ямкостей и оборудования. Разливка массы в лотки заменена без лотковой разливкой на агрегате непрерывного действия. Готовая постельная масса из сбивального агрегата 1 поступает в бункер 2 разливочной головки агрегата без лотковой разливки, которая наносит массу равномерным слоем на стальную ленту 13, несущую на себе клиенчатую ленту 14. Для устранения растекания массы у краев ленты установлено два ограничительных транспортера 15. Стальная лента непрерывно охлаждается водой с помощью разбрызгивающего устройства 3. При прохождении через камеры 5 и 6 с принудительным током воздуха от вентилятора 7 непрерывный постельный пласт полностью выстаивается и переходит затем на наклонный ленточный транспортер 8. Обратная ветвь клиенчатого транспортера подвергается непрерывной промывке в ванне 4. Выстаившийся постельный пласт подается затем в установленную в потоке резательную машину, где дисковыми ножами 9 разрезается на 6 продольных полос. Ножами 10. Укрепленными на бесконечной цепи полосы режутся поперек на отдельные постелки, которые укладываются на решета, движущиеся на цепном транспортере 11. Наполненные заготовками постелы решета укладываются на вагонетки, которые при помощи тяговой цепи, вмонтированной в пол, проходят через тоннельную сушилку 12. После сушки постела укладывается на конвейер опудривающей машины 16 и передается на упаковку. Производительность линии с агрегатом без лотковой разливки массы до 4,5 тонн в смену. Далее рассмотрим линию производства зефира. Начальные стадии производства и оборудования этой линии по приготовлению рецептурных смесей и масс аналогичны, описаны только что по точной линии производства постелы. Приготовленная сахаро-явлочная смесь и уваренный сахаропаточно-агаровый сироп подаются в агрегат для непрерывного сбивания массы. Сюда же добавляются белок, эссенция, кислота и краситель. Из агрегата 1 забитая зефирная масса с самотеком поступает в воронку 2 зефиро-отсадочной машины, которая производит отсадку зефирной массы на лотки в виде половинок изделий с помощью дозировочно-отсадочного механизма. Лотки подаются под отсадочные механизмы цепным транспортером. Бункер машины имеет водяную рубашку для темперирования зефирной массы в процессе отсадки. Лотки с отсаженными половинками зефира устанавливают на стеллажные тележки и отвозят в выстоечную камеру 5. После выстойки половинки зефира поступают на конвейер для лепки и затем на конвейер для укладки зефира. На конвейерах производится обсыпка половинок зефира сахарной пудры из виброопудривателя 4, лепка их вручную, зачистка высвободившихся лотков приводной щеткой 3 и укладка готового зефира в торговую тару, гофрированные короба, коробочки или передача на расфасовку в целлофановые пачки. Затем продукция взвешивается, упаковывается и транспортируется в экспедицию. Благодарю вас за внимание, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, в колокольчике все уведомления, а то я смотрю, не все мои подписчики смотрят только что вышедшие видео. Поставьте лайк, поделитесь этим видео с теми людьми, которыми оно могло бы быть, по вашему мнению, интересным. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok